Я так давно дружу с поварами, что меня невозможно чем-то удивить. Ну чем? Стерлядью в шампанском или десертом из белых грибов? Однако есть мельчаки, которые думают, что это возможно. Посмотрим, что у них из этого получится. Если вы считаете, что кулинария это скучно и нудно, вы наш клиент. Потому что сегодня мы докажем, что нет ничего интереснее и увлекательнее. А продукты, которые лежат на этом столе, докажут мое утверждение. Что мы имеем? Итак, лук, дядя Фенхель, лимон, сельдерей, сливки, масло, яйца. Все очень просто. Если бы не два морепродукта, королевские креветки и мясо краба. Разобраться в этом во всем нам поможет замечательный повар Антон Вихрев, который у нас сегодня в гостях. Антон, здорово! Привет, привет! Ты не один? Я не один. Я со своим другом Луком. Это проростки шнит-лука. Отлично. Что мы будем сегодня готовить? Сегодня мы будем готовить необычные блины. Необычные блины? Да. Что в них необычного? Я смотрю, мука какая-то необычная. Мука необычная, мука каштановая. Да ладно. Да. Попробуй. Ты собирал каштаны, размалывал их? Размалывал их, да. Не я, а мои рабы. А, твои рабы? Да. Когда отдыхал в Африке. Понятно. Так, значит, у нас будут блины, фаршированные муссом из креветок, салат из краба, соусом из фенхеля, лука, шалот и шампанского. Отлично. На сливочной основе. Шампанское, я надеюсь, будем пить отдельно. Ну, если останется. Хорошо. И все это мы дадим на подушке из шпината. Угу. Вот такие мысли. Ну, мысли хорошие, давай их воплощать в жизни. Давай. Начнем мы с теста. Да, хорошо, давай, сразу тебе даю вот этот сосуд. Так, отлично. Ну, правильно я понимаю, что есть же и миндальная мука, и различные виды вариаций, и фисташковая, и, например, каштановая, это только одна из вариаций. Да, одна из вариаций, но одна из моих любимых вариаций. Так, а чем тебе нравится именно каштановая мука? А тем, что я в нее не добавляю сахар. Ну, да, она уже такая сладенькая. Она уже такая сладенькая, и немножко где-то далеко напоминает шоколад. Да, есть такое. Хорошо. Для теста нам все у нас классическое. Классическое, да. То есть, как бы мы возьмем яйца, взобьем их, добавим немного муки, молока, и, в общем-то, тесто у нас будет готово. Хорошо. Есть повара, которые умеют готовить мучные изделия, блины, например, хотя бы блины, а есть, которые вообще не умеют готовить блины. Ты себя относишь к какой категории? У меня блины всегда получаются шикарно. Шикарно, да? Очень люблю, когда так говорят повара, а потом, блин, раз, раз и не получается. И все 33 блина колом. Ну, у нас все получится. У нас все получится. Это звучит как автотренинг. Так. Никогда я не был на автотренингах, поэтому не буду утверждать. Немножко подсаливаем яйца. Так. Сахар мы не добавляем, как я уже говорил. Просеем немного муки. Хорошо. А почему ты не используешь перепелиные яйца? Не знаю. Мне жалко свой труд просто. Стоять их, бить, бить, бить. Понятно. Я думал взять страусиное. Нам просто столько ленов не нужно. Угу. Ну, как страусиное яйцо взбивать? Оно так же взбивается? Взбивается так же, абсолютно. Хорошо. А если, то есть, можно купить в спокойном магазине эту муку. Это какой-то сорт муки, то есть, какого-то помола там особенного? Как каштановая мука вообще разделяется на какие-то виды там? Я встречал только один вид. Угу. Мелкого помола и все. Угу. Как тебе это сито нравится? Нет, через это сито просто невозможно ничего сделать. У меня есть другой вариант. О, пожалуйста. Отлично. О, другое дело. Да, чтобы потом ты не говорил, что блины не получились из-за моего сито. Да, да, да. Цвет очень интересный. Цвет, да, очень интересный. И когда они будут готовы, они будут такого шоколадного оттенка. Угу. Как делать блины? Расскажем. Для того, чтобы они получились без комков и очень нужной консистенции. Сначала нужно сделать густое тесто. Угу. То есть, добавить все ингредиенты. Без воды, яйца с мукой. Яйца с мукой, с молоком. Вот. Сделать его густое. Разбить все комки, а потом потихонечку разбавлять его до нужной консистенции. Запомните этот факт раз и навсегда. Вроде все просто. И блины тогда будут получаться всегда. Вот такое тесто у нас получилось. Отлично. Добавляем молоко. Ну, здесь все просто. Да, мы не будем говорить никакие пропорции, потому что каждая хозяйка дома, попробуя это сделать, всегда сделать по-своему. Далее. Пока стоит у нас тесто. Мы займемся крабовым салатом. Крабовым салатом. Из чего он будет состоять? Что это будет? Крабовый салат у нас будет состоять из корня сельдерея. Так. Обжаренного. Мелким-мелким кубиком. Вот так вот тоненько-тоненько нарезаем. Зачем нам салат, я не понял? Ты как-то мне не рассказал секрет. Это будет наша начинка. Это будет наша начинка для блинов. Сельдерей с крабом. Что-то еще туда пойдет? Пойдет туда еще сливки и мусс-пюре из креветок. Мелко-мелко-мелко. Мелко-мелко. Это будет как пюре, что ли? Нет, это будет, оно будет, мы его сделаем, аль денте приготовим, чтобы он немножко похрустывал у нас на зубах. Можно ли говорить аль денте, когда мы говорим об овощах? Конечно, можем. Можем говорить аль денте обо всем. Сколько ты уже на кухне? Сколько ты уже занимаешься кулинарией? 12 лет. 12 лет? Да. А сейчас ты занимаешься как-то музыкой параллельно? Нет, к сожалению. Тогда другой вопрос. На кухне. Какую музыку ты предпочитаешь слушать? Ну, играет же там радио какое-то, еще что-то. Да, бывает, играет. Я люблю лаунж. Лаунж? Да. Дип хаус. То есть тебя вообще расслабляет по полной программе на кухне? Ну, в общем, да, мы дожили до того момента, когда можно по кухне ходить, в принципе, и подрасслабиться немножко. Если эта кухня уже функционирует. Так, ждем, пока нагреется у нас все эти дела. В этот момент я пока сделаю пюре, прошу заметить, из креветок. Они у меня уже зачищены, такая вот небольшая заготовочка. Это уже тоже готовые креветки? Нет, это не готовые, это сырые креветки. Сырые креветки? Да, которые я подготовил. Да, они зачищены. Я сейчас расскажу, что это значит. Значит, смотрите, он молодец, видите, он удалил пищевод. Потому что не в каждом ресторане удаляют пищевод, я тебе хочу сказать. И не каждый повар это делает. Я в одном только встретил, где не удалили пищевод. Я был очень возмущен, да. В одном ресторане только ты это не заметил? А я вот, например, когда был сейчас на Средиземноморье, почти в каждом ресторане никто этого не удалял. Я очень удивился этому. Они относятся к этому, я думаю, как к кильке, знаешь. Да, наверное, потому что каждый день. Каждый день они едят креветок. Итак, мы готовим пюре. Да, мы подготовили для пюре креветки. Так, сливки вот у нас. Добавили капельку сливок. Так, итак, еще раз ингредиенты. Значит, у нас здесь креветки, у нас здесь сливки будут. Что еще? Немного соли. Немного соли. Немного перца. А почему немного? Может быть, сделать такой перченый, острый пюре? Нет, дело в том, что у нас будет очень насыщенный соус. Фишка этого блюда, одна из фишек очень важных, это соус. Вот, поэтому я не хочу ни в коем случае что-либо пересолить, поперчить. Хочется такое, чтобы это все было вкусное и нейтральное. Вот, значит, сковородка у нас нагрелась. Я ее отставлю, потому что она даже перегрелась немножко. Хорошо. Маслица, оливковое масло, потому что у него большая температура горения. Все верно. Ставим. И мы будем обжаривать. Наша крошка, да, из сельдерея. Обжариваем крошку из сельдерея. Зачем ты это делаешь? Для того, чтобы придать вкус нашему маслу. Вот. Мы сейчас прямо в этой сковородке приготовим заправку для нашего крабового салата. Отлично. Вот тут важно не пережарить. Ой, да, это очень важно, особенно такие мелкие кубики. Смотрите, в принципе, дома все это возможно сделать. Все продается в магазине, все абсолютно элементарно. Но сочетание этих продуктов и баланс вкусов можете регулировать сами по своему желанию. Да, совершенно верно. Значит, сельдерей у нас готов. Шампанское. Шампанское какое-то? Полусухое, сухое? Это сладкое, десертное шампанское. Чтобы жарить на шампанском? Нет, я делаю сейчас заправку для нашего салата. Зачем ты жаришь шампанское? Я не жарю, я его выпариваю, как вино. Все правильно. Понюхай, какой аромат. Все правильно. Далее мы добавляем. Аромат действительно восхитительный. Да. Добавляем сливки. На такой большой поверхности все выпаривается практически моментально. Все, сейчас у нас капельку все это выпарится, немножко подзагустится, и наша заправочка готова. Отлично. Ну, это какая-то французская история. Возможно. Немного соли. Обычно используют сухое вино, а вот в данном случае шампанское. А почему шампанское? Почему не просто сухое вино? Почему ты не взял просто белое сухое вино? Потому что я хотел сладкий вкус. Так, значит, заправочка наша готова. Закидываем туда. Эти повара. Я использую шампанское. Зачем ты используешь? Ну, шампанское придаст особый вкус. Просто у человека было шампанское, он решил использовать именно шампанское. Если у вас нет шампанского, используйте сухое белое вино, добавьте туда сахара, и у вас будет тот же самый эффект. Так, делаем мусс. Или, как мы говорим, пюре. Мусс-пюре. Я буду все равно, я буду спорить с ним. Потому что мусс это пена. Не знаю, вот не знаю. Мне вот прямо туда хочется добавить чего-нибудь остренького. Не знаю, может васаби, может быть каких-то тайских специй. Все-таки блюдо такое, оно, знаешь, на Францию больше тянет, чем какую-то тайскую. Ну да, у тебя сливки, сливки. Это были что-то такое французское. Да. Сейчас же модно сочетать средиземноморскую, скажем, кухню с азиатской. Это же особенное направление сейчас. Да, это особенное. Почти все повара этим занимаются. У меня, кстати, есть один рецептик для тебя на эту тему. Мы будем готовить, в следующий раз, когда ты меня пригласишь, мы будем готовить итальянскую пасту с морепродуктами. Да, итальянскую пасту с морепродуктами. На тайском соусе. Если я его приглашу. Если он меня сегодня удивит, тогда я его приглашу. Поэтому старайся как следует. Так, что он делает? Ты сейчас смешиваешь пюре, вот этот мусс, как угодно, ты можешь его называть креветочным вместе, с крабовой вот этой начинкой, которую мы до этого с тобой пробовали. Да, и тщательно перемешиваю. Будут ли креветки здесь чувствоваться? Будут. Не перебьет ли краб все? Будут чувствоваться. Допустим. 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 Так, как наши блины, как наше тесто? По-моему, оно уже напиталось кислородом. Нет, оно наоборот должно было выпустить кислород. Ну, я тут сумничал, вы понимаете. Мы добавляем туда масло. Да, немного масла, чтобы ни в коем случае наш блинчик не прилип. То есть прямо в тесто ты добавляешь оливковое масло? И одну капельку, вот такую, я добавляю на сковороду. Но все-таки оливковое масло немножко горчит. Может быть, все-таки растительное для блинов лучше? Может быть, лучше, но у нас масло не экстра-верджин. Вот, у нас специальное оливковое масло для жарки. Ну, в принципе, да. В принципе, да. Так, пока у нас нагревается, я приступлю к нашему соусу, к приготовлению нашего соуса. А ты знаешь, как правильно размазать масло перед приготовлением блинов по сковородке? Правильно? Есть правило какое-то? Если у тебя нет кисточки. Я возьму салфеточку. Салфеточку? А я хочешь, тебя научу одному приему? Потрясающему. Если у тебя есть, например, лук. Или картофель. Или картофель. Ты можешь разрезать его. Продолжай. Ты можешь его разрезать и его намазать. Да, я его не удивил. Хорошо. Все, даже я пришел тебя удивлять. Ну, допустим, да. Ну, смотрите, мы начинаем готовить наши каштановые блины. Еще раз повторяем, из чего они стоят. Это каштановая мука, сливки, яйца и все остальное. Так, ну, смотрим. Мастер по приготовлению блинов, как сказал Антон Вихрев в начале нашей программы. Нет, ну ты же знаешь правило, что первый блин ком. Нет, ну не надо, не надо, не надо. Сказал, начинается уже. Нет, все-таки густовато я добавлю еще. Все-таки густовато. Да, этот блинчик. Слушайте, аромат восхитительный. Особенный аромат каштановой муки. Тут ты не наврал. Действительно отличается. Нереальный. Посмотрите, что он делает. А блинчик первый, по-моему, получается. Получается, но он немного толстоват, он меня не устраивает. Ага, отлично. Так, значит, нагреваем наш сотейник для соуса, наливаем масло. Соус, а что мы будем делать? Из чего? Из лука шалот. Вот я сейчас задам тебе вопрос, который я задаю всем поварам. Почему ты используешь лук шалот, а не другой лук? Что это за выпендрешь? Это модно, понимаешь? Это модно? Лук шалот, да. Все используют лук шалот, а я не шалот. Это в тренде, да? Да, надо быть в тренде. Но по сути. Но он слаще. Он не горчит. Он не так горчит, да. Вот. Он более нежный. Вот такая, в общем-то, история. Так, ну что, блин-то... Он тебе не нужен? Нет, он мне не нужен. Да и хорошо. Пожалуйста. Я его попробую. Я его попробую. Я, с твоего позволения, блины делать не буду сегодня. Я буду просто пробовать. Я мастер блинов. Мне смысла нет разминаться лишний раз. Я просто хочу попробовать этот блин и рассказать вам, чем он отличается. Пока он не залит всякими разными соусами. Есть ощущение шоколада. Да. Но шоколада здесь нет. И сахара нет. Здесь есть каштаны, и они придают действительно особенность какую-то этому блюду. Ты чистишь фенхель. Да, я отрываю себе части для приготовления. Что ты будешь с ним делать? Он же очень ароматный. Я его буду обжаривать вместе с луком шалот. Не перебьет ли фенхель всю вообще историю? Слушай, да. Морскую. Я думаю, что опасно добавлять много. Вот. Поэтому мы положим немножко. Оторвал я много, положим меньше. Угу. Угу. Так. Вот так. Смотрите, друзья. Фенхель очень ароматный. Очень ароматный. Поэтому не обязательно дозируйте. Лучше, конечно, с ним поработать. С этим продуктом до того, как вы будете готовить какое-то блюдо отдельно. И понять все-таки, нравится вам этот аромат. Не нравится он, да? Сколько вы хотите его добавить. Так. Ну вот. Такая консистенция теста мне нравится. То есть блин должен быть прозрачный? Не, не прозрачный, просто потоньше. Так, значит, здесь у нас все в порядке. Все обжарилось. Отлично. Добавляем шампанское. Нормально. Опять шампанское. Опять шампанское. Вау. Не жалеем. Оно будет выпариваться. Оно будет выпариваться, да. То есть это практически... Какая будет у нас консистенция? Консистенция варенья потом? Нет, мы потом еще добавим сливок. У нас будет консистенция нормального соуса. Так, для соуса нам понадобится блендер. Так. Мы будем его взбивать. Ну и последний блинчик мы сделаем. Этого будет достаточно. Ты похож на индийскую богиню Кали, у которой было шесть рук. Я похож? Или больше даже. Да. У меня фамилия такая, понимаешь? Ветренная. Я как ветер. А, вихрь, вихрь, да. Вихрь. Так, ну что же. Блины готовы. Так, блины готовы. Да. Соус, значит, шампанское у нас выпарилось. Весь алкоголь выпарился давно. Мы добавляем туда сливки. Сливки пошли. После того, как выпарился алкоголь, только тогда добавляются сливки. Чтобы они не свернулись, да. Да. Все, выпариваем наши сливочки. Тем временем подготавливаем нашу подушечку из красного лука. И шпината. Почему именно красный лук? Потому что он очень сладкий. Это, кстати, лук называется крымский. Да. Это смесь репчатого лука и чего-то еще какого-то лука. Не знаю, не в курсе. Кто в курсе, напишите обязательно на телеканал «Еда» и расскажите. Так, режем ровненькими, не очень тонкими кружочками. Далее добавляем сюда оливковое маслице. Что, ты тоже будешь обжаривать? Я его, да, немножко буквально. Так, с маслом переборщил. Немного слили. Угу. Так. Немножко обжарим наш лук. Ах, вот я очень люблю, когда красный лук именно такими кольцами. Да, главное не резать тонко, чтобы они все были одинаковой толщины. Отлично. Так, здорово. Два вида лука. Лук-шалот у нас присутствует в этом блюде и красный лук. Да. Далее шпинат у нас уже готов, вымот, разделан. Нам осталось его добавить только в наш лук, когда он будет готов. То есть ты обжаришь и шпинат тоже? Да. Но я его буквально прогрею и добавлю в него лимонный сок, для того, чтобы он не потерял цвет. Понятно. Он был таким же прекрасно зеленым. Понятно. Так, значит, в лук мы добавляем соль. Так. Добавляем молотый перец. Вот возьму вот эту смесь. Молотый перец здесь нормально, что у тебя пять видов перца? Нормально, я люблю эту смесь. Да, смотри, значит, в чем нюанс. Выключил сковороду для того, чтобы нам не пережарить и не перегреть шпинат. А ты будь готов давить сок. Давай. Можно это делать уже? Сейчас, одну секунду. Вот так мы немножко его прогреем. Значит, чтобы не поменял цвет шпинат, мы добавляем туда лимонный сок. Хочешь, покажу, как выжимать сок круто из лимона? Покажи. Обалденно. Как мы это делаем? Мы берем нож и берем лимон. И вот таким вот движением мы поливаем наш шпинатик. Очень удобно. Все семечки остаются внутри. Достаточно, благодарю. Как тебе этот приемчик? Нормально. Нормальный приемчик. Да. Очень удобно. Шпинат теперь останется зеленым за счет кислоты. Да. Все, у нас это все готово. Я поставлю его сюда, уже на остывшую комфорочку. Итак, наши блинчики раскладываем вот так вот аккуратненько. Вот этот блинчик мы использовать не будем. Хорошо. Трех, потому что мне будет достаточно. Фарш. Фарш, назовем это так. Фарш из камчатского краба и королевских креветок. Вуаля. Так, на одно блюдо, значит, мне понадобится вот столько. Вот вообще интересная история получилась, да? А блины, это же русская, традиционно русская вещь. Значит, блины русская. Да. Краб с креветками. Ну, скажем, это... Средиземноморская. Средиземноморье, да. Так. Соус из шампанского. Франция. Шпинат. Ну, тоже франция. Да, тоже франция. То есть... Микс. Микс. Таким образом я уплотняю. То есть, по сути говоря, это уже практически мы подходим к завершающему этапу. Ну, в общем, да. Значит, уплотняем. Заворачиваем. Ага. Роллы. Роллы. А, ну вот, кстати, и Япония, да? Вот тебе и Япония. Вот. Можно говорить о Японии, конечно. Интересно, да, что если не подумать, что там крабовая начинка, если не знать об этом, можно подумать, что это десертные блины. Ну, что? Теперь мне нужно эти блины прогреть в духовке. А зачем? Для того, чтобы недоготовленное пюре из креветок доготовилось. Для этого я лазу. Посмотрите, сколько компонентов, сколько этапов технологических. Так, духовка у нас 180 градусов где-то. Это нормально тебе? Это да, это нормальная стандартная рабочая температура. Хорошо, она уже разогрета. Прогреть блинчики. Значит, возьмем мы, выложим их сюда, чтобы ни в коем случае они не прилипли к горячему подносу. Угу. Выложим вот таким вот образом. Возьмем подносик. Стяну сюда наши блины. Отлично. Не потемнеют ли они еще больше? Мы буквально там их на минутку. Для того, чтобы нам прогреть фарш. Нет, блины не потемнеют. Это вот их, на самом деле, естественный цвет, как бы ни казалось. Это хороший цвет блинов. Дальше. Соус. Угу. Значит, зачем мы это сейчас сделали? Зачем мы отправили блины в духовку? Для того, чтобы креветки наши доготовились, чтобы вся эта начинка загустела и ничего не вываливалось из блинов. Все верно. Так, значит, пускай у нас все довыпаривается. Я начну выкладывать наш гарнир. То есть нашу подушку. Нашу подушку. Подушку из шпината вместе с красным луком. Солью, перцем и лимонным соком. Отлично. Так, ну что? Смотрим на наши блинчики. Отлично. Все отлично, видите, да? Они уже теперь свою форму не потеряют, начинка не вывалится. Все внутри готово. Для эстетики сделаю вот такое движение. Вот это вот я выкладывать не буду. Да, роллы. И нам видна начинка. Таким вот образом. Это классическая подача подобных блюд сегодня. Вообще блинов. Когда мы делаем какие-то роллы из блинов, обыкновенно делается именно так. Но это... Зачем придумать велосипед? Это красиво. Такое блюдо получилось у нас сытное, а не маленькое. Ну да, то есть это уже не назовешь закуской. Да, это не назовешь закуской. Все-таки это уже полноценное горячее. Далее наш соус как раз-таки дошел до той консистенции, которую мы хотели. Ты его пробивал еще. Я его пробивал, да, и поставил выпариваться дальше. И вот он получился вот таким. Хорошо. Здесь вот такие соусы можно подавать, скажем, в отдельной соуснице и уже добавлять по своему вкусу блюда. Да, конечно, почему нет. Так, значит, и украсим все это тем самым луком, чивис, точнее их проростками. Очень симпатичный и вкусный. Сегодня в современной кулинарии существует огромное количество разных разновидностей подобного лука, проростков, которыми украшаются. Все мы знаем про седобные цветы. Они очень вкусные. И каждый, каждый вот эти проростки имеют свой вкус, что интересно. Ну что, блюдо готово? Блюдо готово, Дмитрий. Тогда давай пробовать. Давай. Ну что, давай пробовать? Да, давай попробуем. И вынесем вердикт. Беру прямо так, вот серьезно. Потом еще подцеплю обязательно и шпинатик. Мне ничего не смущает абсолютно. Это гармоничное, абсолютное сочетание продуктов. Единственное что, вот единственный момент, за который я боялся, но он произошел, это то, что креветки, конечно, здесь не улавливаются совершенно. Что, ты улавливаешь их? Я, да, чувствую. Он их чувствует, я их не чувствую, потому что все-таки крабовое мясо имеет более яркий аромат, чем креветки. И поэтому я большого смысла... Ммм, шпинат с луком классно. Да. Да, очень вкусно. Но вот я большого смысла в креветках здесь не вижу почему-то, не знаю. Это мое такое личное мнение. По поводу соуса, я прям вот, можно его просто попробую отдельно, не хочу ничем смешивать, хочу понять, как фенхель сочетается вместе с луком шалот. Помните, я говорил о том, что фенхель очень коварный продукт, он может перебить все абсолютно своим анисовым ароматом. Здесь это не чувствуется. Очень здорово, что было именно сладкое вино, что было именно шампанское. А оно абсолютно, я его чувствую, плюс сливки, все выпарено, очень классно. Блюдо получилось, честно скажу, абсолютно вкусным, гармоничным, законченным. И это очень важно. По поводу того, что удивило или нет, здесь, наверное, вопрос в следующем. Казалось бы, каждый продукт по себе неудивителен. Но сочетание этих продуктов вместе позволяет нам сказать, что это действительно хорошее произведение кулинарного искусства. А если мы говорим о том, что это импровизация, тогда это вообще 5 баллов. Антон, ты импровизируешь очень хорошо. Видимо, твое музыкальное прошлое дает о себе знать. Дает о себе знать, конечно. Спасибо большое, всем пока. Пробуйте приготовить это дома. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok